Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас достаточно интересный материал. Тут находится большое количество разных лодок. И сейчас мы с вами пройдемся по всем этим лодкам, и я вам покажу типы корпусов, типы конструкций, чем отличаются и на что влияют. Поэтому, если вы яхтсмен, который уже ходит, наверное, для вас это будет не очень интересно, но для людей, которые к яхтингу только приобщаются, я думаю, будет вполне клево узнать, чем же все-таки яхты отличаются между собой. Итак, друзья, давайте возьмем за основу мою лодку, потому что это современный дизайн, современная конструкция, и от нее будем идти и ориентироваться далее. Такое расположение киля называется финкель, то есть это является плавниковый киль, снизу тяжелый балласт. В моей лодке он, по-моему, около 7 тонн, но это не важно, то есть в данном случае это лонн киль. Преимущество данной лодки, когда вы идете прямо, у вас киль противодействует дрейфу. То есть если сравнить с полнокилевыми лодками, полнокилевые, конечно, будут идти более ровно. Но зато у данного типа конструкции есть такой параметр, как скорость. Скорость компенсирует дрейф, поэтому используется вот такого плана кили. Плюс посмотрите на осадку лодки. То есть она под водой находится очень неглубоко. Если мы сейчас посмотрим на корму, корма находится практически вообще вынутая из воды. То есть на таких лодках возможно глиссирование, если лодка легкая, ну не такая, как у нас сейчас загружена всякими там пасочками, но если лодка сама по себе пустая, где-то на 12 узлах эта лодка выходит на глиссер. Но давайте посмотрим далее конструктивные элементы. Cell Drive. То есть есть два типа конструкции. Cell Drive и Shaft. Есть Cell Drive обычный, есть Cell Drive поворотный, который у нас вращается на 360, но это как бы новые технологии. Обычно идет, если и Cell Drive, то просто нога и все. То есть это очень эффективный... Это очень эффективный способ управления, потому что ничего не мешает за пропеллером. То есть пропеллер открыт полностью для потока воды и он эффективно толкает лодку. И далее идет перо руля. То есть в данном случае перо руля это самостоятельный элемент. У нас перо руля одно, я предпочитаю лодки с двумя перьями руля. Из минусов с двумя перьями на задних ходах лодка хуже маневрирует, но не настолько плохо, как, скажем, полнокилевые лодки. Если на этой лодке ходить задом, то лодка получается более маневрена, потому что у нее киль, если вы посмотрите, вынесем немного вперед, это центр масс лодки, и вокруг киля лодка получается задом управляется, как роклы в супермаркете для погрузки, то есть задние колеса крутятся, и она очень удобно и очень эффективно ездит. Теперь поехали рассматривать дальше. Так, а вот пример полнокилевой лодки. Вы видите, что балласт находится по всей длине лодки. Преимуществами данной конструкции является то, что лодка, когда вы идете к своим курсам, она противодействует дрейфу очень сильно, потому что эта вся поверхность находится под водой. Это очень хорошо с точки зрения мореходности, но с точки зрения маневренности это полный отстой. То есть вы в марину заходить сможете только носом, если у вас есть подрулька, да, хорошо, если подрульки нету, то жить вам только с носовой швартовкой, потому что если вы хотите ехать задом, эта лодка будет управляться. Но вам нужна будет скорость такая, как будто вы идете полноценно вперед. Идемте дальше, я вам покажу. Вот винт. Вы видите, насколько сильно винт закрыт. Винт закрыт от потока воды. То есть это самый неэффективный способ. Еще учесть, что это идет шафт, то есть прямой, грубо говоря, вал в мотор. Там есть свои приколы с опорными подшипниками и прочее. Но это на самом деле все уже технические моменты, которые не важны. То есть с точки зрения хождения данный пропеллер неэффективен. Плюс данный пропеллер не является складным, появляется шум, вибрация на ходу. Далее. Радар или перо руля. Это вообще внешнее. Вот увидите, как он идет. Он называется тиллер. По-русски я не помню как, но это и не важно. То есть, грубо говоря, вот эта вся штука, она управляет лодкой за всем основным корпусом. То есть с точки зрения яхтинга это еще работает нормально. С точки зрения управления на низких скоростях это не работает вообще. То есть, идем дальше. Вот еще кайнд оф полнокилевой лодки. Ну вот вы видите, что здесь баланс, балласт вынесен вниз. То есть лодка металлическая. Балласт вынесен вниз. И часть лодки находится без киля. То есть это, грубо говоря, такой компромисс между финн-килем и полнокилевой лодкой. То есть эта лодка управляется лучше. Но как вы видите, также сделан пропеллер. Также пропеллер находится на шафте. Здесь у пропеллера, вероятно, регулируемые были регулируемые угол атаки. Но наверняка вот тут его можно открутить и настроить угол. Но здесь корпус закрывает меньше. Вот увидите. Но все равно это не самая эффективная конструкция с точки зрения толкать лодку. Ну и радар, который идет уже не тиллером, а рулями. И он идет вот туда в систему рулежки. То есть такой большой. Радар все-таки работает более эффективно по сравнению с предыдущей лодкой. Идемте дальше. Вот еще одна компромиссная лодка. Вы видите, что здесь балласт вынесен. То есть это полнокелевая лодка. Преимуществами данной лодки, когда у вас полнокелевые, в случае, когда вы идете против волны, против ветра, у вас нет падений, нет ударов, потому что форма такая, что лодка сама разрезает волну. На плоскодонных лодках, такие как у меня, будет постоянно с волны, и она будет плоским брюхом падать на волну, и будет такой бах-бах-бах. На такого плана лодках они, в принципе, с волны не бьют. Но давайте рассмотрим, как это происходит. То есть вот самый типичный пример. Вал выходит из двигателя, и, собственно, пропеллер, который не складной. То есть просто большой пропеллер. Есть двухлопастные, трехлопастные, четырех, и так далее. Здесь идет радар, который идет за скегом. То есть есть вот такая вот защитная часть, которая предотвращает возможные удары, или что-либо. Какое-то бревно, если ввалит, то ваш радар останется на месте. То есть, в принципе, это более эффективная система, чем у полнокелевых лодок, которые я вам показывал. Но самое эффективное, когда, конечно, перо руля висит отдельно, и ничем не защищено. С точки зрения рулежки, это самое эффективное. Вот вам пример еще одной полнокелевой лодки. То есть вы видите, какой у нее огромный киль. Он идет по всей длине. То есть эта лодка достаточно большая. Тоже она достаточно хорошо будет идти и против ветра, и против волны. И вот вы видите, у нее винт четырехлопастной, и такой большой рудер, который идет к системе рулежки. Для того, чтобы... Вот вы видите, это металлическая часть, для того, чтобы металл не разрушался от утечки электричества, которое на лодке всегда есть, ставят аноды. То есть вот такие вот цинковые пластины, которые разрушаются быстрее, чем, собственно, сам металл. И они предотвращают, собственно, корпус, винты, селл-драйв от того, что его разъест вода, потому что будут микротоки утекать с этих элементов. Идем дальше. А вот лодка наших друзей. Если вы помните, они нам бросали пиво. Вот сейчас с нее снимают... Пилите, пилите! Вот с нее сейчас снимают краску, для того, чтобы потом положить антиобразстайку. Антиобразстайки бывают двух типов. Мягкие, вот такие, как вот здесь вот, которая снимается, и такая вот, как у меня, которая просто красится, она такая, как тефлоновое покрытие, на нее также ничего не прилипает. Так вот, у этой лодки тоже идет финкиль и селл-драйв, который неповоротный. Леш, какой у тебя селл-драйв? SD что? СД-31. SD-31. То есть это, грубо говоря, неповоротный селл-драйв, то есть он вот монтируется в корпус и через мембрану, и, собственно, там герметичная прослойка, туда вода не попадает. У меня похожая система, только селл-драйв еще поворотный. Плюс радар, который идет также самостоятельно, то есть вот он висит, и у него нету скега, то есть нету передней защиты. Ну давайте посмотрим, что есть еще из интересного по типу лодок, ну а по материалу металлические, пластиковые, деревянные, алюминиевые. Все эти лодки, они в принципе одинаково хороши, в зависимости от использования, но мейнтенненс, то есть обслуживание деревянных лодок, наверное, самое сложное. Теперь несколько слов о том, какая же толщина корпусов у современных лодок, то есть дно, самая крепкая часть, вот посмотрите, это в тех местах, где идут усилительные элементы двигателя. Теперь идем дальше, я вам покажу на лодках, тут стоит один, я думаю, что это все-таки уже жмур, потому что вот можно смотреть, как его продавило, вот здесь, то есть вот толщина корпуса, там всего несколько сантиметров. Все современные лодки делают тонкие, по той простой причине, что все корпуса рассчитаны на скручивание, на все напряжения, на компьютере, если раньше делали просто вот как я его слепила из того, что было без понимания вообще того, как это работает, просто делали крепкий корпус, сейчас-то все рассчитывается, поэтому я очень люблю современные лодки, они легкие, они быстроходные, и они очень легко управляются, что бы ни говорили, адепты, любители древности. А теперь давайте я вам покажу еще одну древнюю лодку. Так, это тоже не очень свежая лодка, вы видите, у нее какая форма киля, и сейчас, где-то здесь были дренажные отверстия. Эй, секунду. Нет, я вас обманул, ну, короче, порядка двух сантиметров ширина самого корпуса. А, вот, нашел, извините. Вот такие вот корпуса. Теперь давайте рассмотрим, то есть, вам сейчас я рассказывал о всех лодках, которые сделаны там из фибергласса, либо там сэндвичи, но это не важно. Принципиально они не отличаются, то есть, это стеклоткань, которая там эпоксидкой заливается, ну, либо там чем-то другим, но технология похожа. Есть лодки металлические, типа вот этой вот. Ее можно легко определить по неровностям на корпусе. Ну, и с точки зрения мейнтенненса, это, конечно, очень тяжело, потому что все время эти лодки ржавеют, и они подвержены электролитической коррозии, то есть, корпус может быть, как анод, плавно растворяться в воде. И только хорошая краска с грунтом решает эту проблему, но нужно очень внимательно за этим следить. Вот это вот не деревянное, она сделана под дерево, это тоже файберглаз, просто он формован вот так вот. После того, как начали появляться первые лодки, которые сделаны из пластика, их не покупали, потому что все считали, что деревянные это единственно нормальный вариант. Поэтому делали вот такие вот насечки, чтобы они не выглядели дико для тех людей, которые эту лодку решили покупать. Так, вот еще одна интересная лодка, интересная она формой киля. Это тоже финн киль, вот вы видите, он с таким большим плавником. То есть, они уменьшили площадь балласта и сделали его более тяжелым. То есть, грубо говоря, это лодка с меньшей осадкой, но ее тоже можно перегружать. Плюс, ее можно на этот киль поставить на отливе. Это центр масс, и она будет стоять, то есть, обычно это делают такие лодки с север Франции, или вот куда-то туда, где большие отливы, и иногда лодки остаются в маринах стоять на килях. Пока мы идем с вами в поисках деревянных лодок, я еще могу рассказать, что когда был нефтяной кризис во Франции, начали лодки делать из ферроцемента. То есть, это, грубо говоря, арматура и бетон, то есть, плавающий бетон. Лодки получались очень тяжелые, ходили плохо, но зато получались очень дешевые по своей технологии. Так, ну и вот я вам просто покажу еще формы лодок, это металлическая лодка, а вот лодка с интересным пропеллером, который складывается на ходу. То есть, от двухлопастной фирмы Max Probe, по-моему. Нет, Flex Hold. У меня такой же, только трехлопастной, так же работает. Так, вот еще одна лодка, вы видите, это тоже из, ну уже из современных, но не очень современная, потому что она такая пузатенькая, и вот эта вот часть у нее находится под водой. Это где-то 2000-е годы, начало 2000-х годов, и у нее, посмотрите, тоже очень интересный киль, то есть, он меньше по размеру, но здесь увеличена площадь и увеличена масса. То есть, тут обычный стоит трехлопастной винт на шафте, и перо руля уже современное, такое вот, как у меня. что-то я не вижу деревянных лодок, но я думаю, что сейчас что-то найдем. И раз мы уже начали о лодках говорить, давайте еще я вам покажу моторные лодки. То есть, вот моторка, вы видите, какая у нее небольшая осадка, то есть, там есть тоже утяжеляющий элемент, но эти лодки очень неустойчивые к волне, то есть, они просто быстро идут, они могут глиссировать. Здесь есть селдрайвы, которые вращаются, здесь у них нету роудера, то есть, грубо говоря, поворачивая руль, вы поворачиваете селдрайвы, то есть, вот они такие. Винты, видите, с двух, два винта, они крутятся, наверное, в разные стороны, как у вертолета, и дают тягу, но я здесь не уверен, то есть, мне так кажется. Но управление лодкой идет за счет поворота селдрайва, и вот вы видите, вот эту вот часть, имеет изменяемый угол для того, чтобы лодку вывести на глиссер, там специальный триммер, которым вы управляете, и лодку выводите на то, чтобы она скользила. Но это современная конструкция, давайте вернемся и посмотрим на более старые. Вот эти лодки, вы видите, какая осадка. Спереди дырка, это баутрастер, то есть, это носовая подрулька, даже несмотря, что у них два мотора, и можно управлять лодкой, вот так вот, есть носовая подрулька, которая морду закидывает влево или вправо. Вот, смотря на этой лодке, вы видите, вот идут, здесь не селдрайвы, а шафты, и за шафтами идут маленькие рудеры, маленькие перья руля, и на потоке от винтов, то есть, это очень мощные винты, которые выдают достаточно большой поток, и в потоке стоит пероруля, который эффективно поворачивает лодку, несмотря на то, что можно, допустим, сделать один двигатель вперед, один двигатель назад, и так поворачивать на месте, но можно еще иметь дополнительную свободу, то есть, вообще, на моторках ездишь, как на машине, просто повернулся, и поехал. И вот у нее есть такой, как бы, фальшкиль, но это нужно для того, чтобы она ровнее шла по воде, для того, чтобы у нее была прямой линейность, чтобы она не рыскала влево-вправо. То есть, грубо говоря, такой тоже как рудер, но он постоянный, для того, чтобы лодка шла ровнее и точнее. Ну, есть конструкции с навесными моторами, вот вы видите, 500 лошадиных сил суммарно стоят 4 мотора. Наверное, быстро едет. Ну, и давайте я вам покажу толщины пластика у современных моторных лодок. Они все-таки немножечко потоньше, чем парусные. А связано это с тем, что они не рассчитаны на такие плохие погодные условия, потому что, если парусная лодка может идти при плохих условиях, то на моторках, конечно, это будет просто ад. То есть, вот это вот задний транец, вообще какая-то фанера, видите, расслойная фанера. Ну, вот эта толщина сзади транса, а корпус, ну, наверняка, вот где-то вот. Ну, на самом деле, здесь похож корпус на парусную лодку, которую я вам показывал. Ну, и вот я нашел деревяшку, сейчас я вам покажу, правда, это деревяшка такая, деревяшка, старая, не современная лодка, но, тем не менее, она здесь присутствует. Вот этот кораблик, это деревянный корабль, который, вот вы видите, за мной находится, там видно, как идут вот эти планочки, и, ну, и, собственно, за ним нужно уход, потому что деревянные корабли все время набирают воду. Там нужны большие помпы, которые эту воду будут постоянно откачивать. Ну, это в таких, а в лодках, которые парусные, все-таки этого нету, они нормально сделаны, иногда они покрываются еще эпоксисмолой, но это все уже вопросы технологии, на самом деле, то есть, лучшее понимание у вас теперь есть. Все современные моторные лодки, которые я вам показывал, они обычно сейчас идут с двумя моторами. Вот есть, ну, какая-то специального назначения, я не знаю, что это за лодка, может, как-то береговая, береговой мониторинг, или рыбак, но у него один мотор, вот вы видите, какой у него большой фальшкиль, это, и он же является как скек, для того, чтобы внутри управлять радаром, и большой, нескладной, трехлопастной винт, но складные винты не делают, потому что моторные лодки, они все время идут в движении, или в дрейфе, поэтому никаких других вариантов нету, поэтому не делают складных винтов, они все время идут в работе, все время идут в движении. Вот этот тип лодок, его обычно использует береговая охрана, для того, чтобы, если причаливать каким-то другим, чтобы не наносить никаких повреждений, то есть, вы видите, у них осадка чуть побольше, это такой типа а-ля РИБ, ну да, вот написано, SVG Coast Guard, то есть, внутри рубка, данные типы лодок, они, конечно, рассчитаны на очень плохие погодные условия, и они очень мореходные, потому что им нужно быть в разных условиях, и гоняться за разными плохими парнями. А теперь давайте я вам расскажу несколько слов о парусном вооружении, вернее, типы лодок по количеству мачт, по расположению мачт. Обычные лодки с генуйским вооружением парусным, такая как у нас, они называются слуп или шлюп, потому что у них такая форма с одной мачтой, торчащей посредине. Вот вы видите, мачта, гик, треугольный парус, треугольный парус спереди, это есть генуйское парусное вооружение на лодках типа шлюп. Далее, вот вы видите там деревянный корабль, у него одна мачта выше, если фог мачта короткая, а грот длинный, это будет шхуна. Если задняя мачта Бизань короче, чем грот, это будет кетч. Итак, шлюп, кетч, шхуна, это основные типы лодок, которые сейчас ходят, их можно встретить, но большинство современных лодок перешли на форму шлюпа. Даже Амель, которые рассказывали, что они будут делать только кетчи, в последнее время новые лодки, это исключительно такие же, как по компоновке, как современные у меня, и это стали шлюпами. Ну что, друзья, спасибо за то, что оставались с нами на нашем канале, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, и далее я вам буду рассказывать много-много интересного. До встречи, пока!